Господин Аветисян, планируется подготовка переговоров под эгидой Европейского Союза. Иными словами, Минской группы ОБСЕ больше не существует. Можно сказать, что вопрос сопредседателей решен. Подобная тенденция есть. Я не могу сейчас констатировать, что Минской группы ОБСЕ нет. Но понятно, что неприемлемо обсуждать в трехстороннем формате с Путиным военным преступникам и по существу, совершающим акты геноцида, вопросы мира и решения относительно другого региона. Мы понимаем это. Да, ваши выводы имеют право быть приняты как вариант. Если теоретически представить, что когда завтра Россия и его режим изменятся, и она станет демократической страной, возможно. Вот так, теоретически, Минская группа сможет функционировать и так далее. Но в действительности мы видим, что даже Совет Безопасности ООН не может уже нормально работать, не говоря уже о формате трех сопредседателей. И да, нужно понимать, что у Европы есть притязание на заменяющую платформу для нашего процесса. Но также нужно иметь в виду, что Европа — это площадка, и она всего-навсего является местом, возможностью, какой была фактически и Минская группа, где мы можем представлять и защищать наши интересы и достигнуть всеобъемлющего, действительного мира, решение вопросов границ и территориальных споров и так далее. Европа — это платформа для разрешения споров между Арменией и Азербайджаном, а проблема Арцаха снова остается российской стороне? Нет, нет. Она в целом площадка для решения всех вопросов. Может стать ею, но если мы захотим. А что делаем мы? Под «мы» я подразумеваю сегодняшние предательские власти. Они вообще выводят Арцах. Во-первых, вопрос Арцаха изначально был снят и был отдельной проблемой. А теперь они опять возвращают к логике Ленина и Ататюрка, то есть к советским границам. Они отделяют друг от друга мир, делимитацию и Арцах, в то время как делимитация и Арцах должны быть в контексте мира. И на основе международно-правовых, повторяю, легитимных норм посредством международного суда. Если Азербайджан не захочет прийти в международный суд, мы всё равно можем обратиться к нему. В таком случае мы получим от него консультативное заключение. И на этом основании, политическим путём, путём переговоров, имея уже полностью основание и возможность обратиться к Соединённым Штатам, Великобритании, Европейскому Союзу, отдельно к Франции, попросив их о поддержке и вмешательстве, чтобы этот вопрос наконец был решён по меньшей мере на основании консультативного заключения суда. Во всяком случае, нужно идти этим путём. Он обеспечивает мир и безопасность.